Ниточный комбинат Они предназначены для вязания крючком В большей степени, потому что совсем-совсем тоненькие Чуть толще, чем катушка Но все равно из них можно вязать и на машинке Если вам нужны тоненькие-тоненькие вещи И сейчас я вам покажу, как выглядит полотно Связанное с таких вот тонюсеньких ниточек Все представленные образцы я провязала на машинке Сильверит 840 И сейчас расскажу вам о каждой ниточке отдельно Ну давайте смотреть Начнем с того, что стоит ближе Первая у нас кружевница Нитка тоненькая, совсем тоненькая Если хотите сравнить с катушкой Конечно, катушка потоньше Но если вы хотите вязать сеточку Я бы, наверное, рекомендовала вам вязать из нитки кружевницы Потому что получается, видите, совершенно прозрачно, нежно И в то же время оно не тянется В отличие от катушки Потому что когда мы с вами вязали катушечной ниткой полотно Очень было много проблем Вот от этой нитки проблем не будет Если вязать ее чуть-чуть посвободнее Она вообще, видите, никак не реагирует на такие вот неприятные движения То есть она не тянется Вязание стабильно Очень тоненькая И по ощущениям напоминает чем-то ниточку ирис Только она потоньше Тоньше ириса, но тоже очень приятно Нежно, эластично И видите, как резиновое немножко полотно Если его мять Оно практически не мнется Вот как было, было полотно гладенькое Так и остается Нитка достаточно приятна И что я вам хочу сказать 5 граммов ушло на вот такое вот маленькое полотно Где-то 15 на 15 То есть пятая часть Всего у нас 20 грамм 5 грамм ушло на полотно Для вязания на вязальной машинке Очень рекомендую нитки хорошие Если вы хотите вязать что-то легкое, ажурное, кружевное Рекомендую Следующая ниточка у нас Золотой шар Хлопок люрекс 86 хлопка, 14 люрекса Ну, видите, что она вся блестит Переливается, сверкает Это люрекс Так было бы все ничего Но люрекс придает жесткости Такой даже какой-то грубоватости Поэтому, видите, полотно Эластичное, тянется, мягкое Если его начать мять Мнется в меру Прямо скажем Вот от того, что я с ним так грубо обращаюсь Никаких последствий нет Если вязать немножко порыхлее Оно будет, видите, просвечивает слегка Но порыхлее немножко, может быть, будет Менее колоться Потому что люрекс Это такая достаточно грубая нитка Но мне понравилось Машина вяжет нормально Но надо учитывать, что очень большая скрутка Вот видите, я даже оставила вам Такие скрученные части Потому что вот скручивается прямо на глазах И все вот это может вылезти в перекос нитки Поэтому у меня здесь перекоса я такого особого не вижу Но, учитывая скрученность нитки Вполне такое возможно На вот такое вот полотно ушло 6 грамм Учитывая, что вес 50 грамм В принципе, расход не больше, чем у других ниток Порыхлее вязать И вполне можно пользоваться такими ниточками Для создания своих изделий Следующие у нас нитки роза Достаточно мягкие, приятные Тоненькие, аккуратные Машинка вяжет легко То есть мерсеризованную нитку Машина всегда берет с удовольствием Если ее мять Вот видите, ее мну Она мнется, но тоже в меру То есть она не заламывается Как делает лен Ведет себя очень даже прилично То есть при вот таком вот жестком обращении Нитка Полотно не выглядит жеванным Вяжется очень легко С удовольствием Мерсеризованные нитки рекомендую для вязания Машине нравятся Мне и понравилось тоже Причем нитки достаточно крепкие Ведь их просто так не порвать И поэтому если вы хотите что-то тонкое И нежное Нитки роза вполне подходят для вязания на машинке Дальше Виола Тоненькая По ощущениям Такой как будто бы там Присутствует шерсть Но на самом деле просто очень хороший состав Лен вискоза хлопок Если его мять За счет того, что там лен Полотно приобретает немножко жеванный вид Поэтому если вы будете носить это полотно под Какой-то верхней одеждой Учтите, что возможно вот такой вот эффект За счет того, что там лен Оно может немножко мяться И плюс к этому еще один момент Несмотря на то, что очень приятно Тактильно Очень симпатично Так по шерстяному выглядит Нитки очень такие Видите Они просто рвутся пальцами Поэтому с машиной надо очень осторожно обращаться Если что-то где-то застряло Машина просто порвет Учитывайте это при вязании А так очень легко вяжется Очень симпатично смотрится Приятно к телу Для дизайна на машинке Нитки очень даже подходят Следующая у нас Снежинка Ну, снежинка напоминает толстую катушку Вот прям скажем Вот и ощущение от нее как от катушки Такой вот Несколько грубоватая, жестковатая Вот она такая вся Как толстая катушечная нитка Она, конечно, для крючка Не для машинки Если ее мять Она мнется Очень радостно И, в общем-то, я бы из нее Не знаю, что бы вязала Потому что вещь будет Ну, не мягкая Прямо скажем Она грубоватая Нитка Ну, для отделки Может быть И очень даже нормально подойдет То есть вязать Не могу сказать, что машинка Вяжет с удовольствием Просто потому, что она Не эластична Она очень крепкая Видите, вот Мне ее руками не порвать Крепкая Крепкая, жесткая Такая хорошая Добротная нитка Для вязальной машины Не знаю Я не стала бы Из нее вязать Именно потому, что Получается Жестковато Полотно Следующая ниточка Сирень Мягкая Нежная Знаете, по ощущениям Первое впечатление От этой нитки Ассоциация Помните, когда-то Давно в советские времена Были чулки Колготки Хлопковые Вот оно Вот это точно Такое ощущение Что из этих ниток Было связано Нежные Тонкие Мягкие Ниточки Поэтому, если вам Для ребенка Нужны хлопковые Колготки Вот это, наверное Нитка самая лучшая Она настолько нежная Тонкая При том, что она Рвется Да, она рвется Но Ой Нужно приложить усилие То есть для вязания На машинке Она вполне подойдет Тоненькие Детские Хлопковые Колготки Идеальны Из нитки Сирень 100% хлопок Мягкие Нежные Машины Вяжут с радостью Несмотря на то, что Это не версеризованные Нитки Здесь Достаточно много Слоев Ну, на ней Не написано Из какого Количества Слоев Она сделана Но Если посмотреть Вот видите Она из большого количества Таких вот Маленьких Ниточек Тоненьких Если Присмотреться Вот она Расползается Вот в такие вот Хвостики То есть Для вязания Колготок Мне кажется Вот эта Пряжа Идеальна Ну или Чего-нибудь Такого Очень легкого Нежного И тонкого Рекомендую Рекомендую Сто процентно Ну и Доходим Мы с вами До последних Ниточек В нашем Испытании Это Лилия Лилия Сто процентный Хлопок Все было бы Отлично Но Машинка Вязать Просто Отказалась Поэтому Вот сказать Ничего хорошего В качестве Вязания На машинке Не могу Видите Она И петляла И собирала Хвосты И рвала Эту нитку И всячески Возмущалась Такому обращению То есть Я дважды Пыталась начать Мне это Не удалось И машинку Мучить Я не стала Нитка Тоненькая Аккуратненькая Но она Вот жесткая Вот как веревка Линяная Знаете Вот линяная Нитка Вот Вот как лен Да и по ощущению Вот видите Я держу Она вот как Как вот Колом стоит То есть Для вязания На машине Нитки Лилия Не подходят Вообще То есть Вот Единственное Из всего Сегодняшнего Обзора Нитки Которые Я категорично Не рекомендую К вязанию На вязальной машинке Это лилия Все остальные Вполне Могут Принимать Участие В нашей С вами Работе Ну Еще Я бы Вот Не стала Вязать И снежинки Потому что Она тоже Немножко Грубовато Все остальные Нитки 100% На подходе Для вязания На вязальной Машинке Если вам понравился Этот обзор Пожалуйста Нажмите Нравится Поделитесь Друзьями А также Подпишитесь На мой канал Чтобы быть в курсе Всех обновлений И до встречи В школе Машинного вязания Где мы обучаем Стремительному Освоению Абсолютно Любой Вязальной Машинки С нуля Ваша Наталья Некрасова С нуля Наталья Некрасова Наталья Некрасова